Привет-привет, скорпионы! Это расклад для вас на неделю с 25 по 31 декабря. Дорогие мои, подходит к концу 2023 год, и я вас искренне поздравляю с наступающим Новым годом. Для вас есть уже отснятый соляр, прогноз на целый год от вашего дня рождения до следующего дня рождения. Также смотрите прогноз на 2024 год, где мы рассмотрели каждый месяц по событиям, которые будут входить в вашу жизнь. А на этой неделе мы будем смотреть, как обычно, на картах Таро три подсказочки, три события. Также посмотрим на картах ваше взаимодействие, отношения на этой неделе. И спросим у Оракула Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание. Что ж, пусть следующий год принесёт вам как можно больше радости, счастья. Загадывайте самые свои сокровенные желания в новогоднюю ночь. И, конечно же, не забывайте о том, что ваша жизнь в ваших руках. Пользуйтесь своей интуицией, своими чувствами, и тогда вы достигнете тех побед, которые запланируете на следующий год. Смотрим на эту неделю. Четвёрка жезла. Есть стабильность, есть люди, которые вас поддерживают, благодаря которым вы легче решаете какие-то вопросы, поставленные задачи и достигаете цели. Это может говорить о том, что кто-то займётся последним апгрейдом дома украшениями, просто наведение уютка, порядка, уютка, уюта, порядка. В общем, дома вы будете чувствовать себя на этой неделе очень спокойно и знать, что вы готовы к празднику на все 100%. Смотрите, ещё одну карту. Туз Пентакли, к вам придут какие-то деньги, либо вы хорошую сделку проведёте, и вам за это заплатят, либо вы будете тратиться на то, чтобы к празднику сделать определённые заготовки, закупить подарки, и у вас есть на это деньги, вы их несёте и тратите с удовольствием для того, чтобы дома было изобильно, и всё так, как вы хотите в этот праздник. Также не забывайте о том, что на этой неделе могут входить какие-то шансы в вашу жизнь, и ваша задача их рассмотреть и удержать в своих руках. Это принесёт на следующий год вам больше процветания и стабильности. Это даст хороший финансовый рост и изобилие в вашей жизни. Смотрим, что ещё ждёт вас на этой неделе. Верховная жрица. Эти шансы будут затуманены, их нужно будет действительно прояснять. Вы интуитивно будете чувствовать, где скрыт тот шанс, тот резерв для вас, который вам предназначен судьбой. Также по этой карте могут возникнуть какие-то тайны. Что-то произойдёт в вашей жизни, чем вы не захотите пока делиться с окружающими. Может быть, вы будете держать в тайне какие-то ваши новые наработки, проекты. Кто-то, может быть, задумает как-то улучшить своё жилище или место жизни, переезда, всё что угодно, и тоже пока придержите это при себе. Кому-то из вас может быть доверена какая-то тайна, и тогда держите язык за зубами и не распространяйтесь другим людям, ведь только вам подвластна эта тайна. Что ещё по этой карте? Если в вашу жизнь будут входить какие-то новые контракты, договора, то читайте всё, что прописано мелким шрифтом, избегайте всех подводных камней, углубляйтесь в эти документы. Ну и элементарно, что может ещё по этой карте проиграться, это вы будете обращаться к психологу, к астрологу, к торологу. Может быть, вы будете покупать ваш личный расклад на год или прояснять какие-то вопросы, какую-то скрытую информацию, которая для вас недоступна, и вы хотите прибегнуть к помощи какого-то профессионала. Что ж, отлично, давайте смотреть, что вас ждёт во взаимоотношениях на этой неделе. Может что-то расстраивать, какие-то не все мечты сбываются, не всё так гладко получается, как вам бы хотелось. Но эта карта такая, она проходящая. Просто старайтесь не концентрироваться на каких-то негативных эмоциях на этой неделе. Ведь предновогодняя суета, она даёт чувство волшебства. И если итоги, которые вы подводите за год, не совсем вас устраивают, просто рассмотрите детальнее, где, может быть, вы неправильно распределились своим временем, ресурсами, не в ту сторону посмотрели и не на то сделали ставки. Также в вашей жизни на этой неделе может прийти какой-то друг, подруга, член вашей семьи или команды по работе, и вам придётся утешать и настраивать на лучшее этого человека, быть тем человеком, который поддерживает, даёт совет и выслушивает какие-то неприятности и невзгоды у того человека, который пришёл к вам расстроенным. В любом случае, именно на этой неделе концентрация на положительных эмоциях, над предвкушении счастья, волшебства и надеждой на самое лучшее, что ещё только произойдёт в вашей жизни, позволит вам концентрироваться на счастье, а не на том, что что-то не получилось и что-то расстраивает. Будьте более оптимистичны и также подбадривайте людей вокруг вас. И тогда ваши взаимоотношения не будут ни под какой угрозой, а будут только укрепляться и расцветать. Смотрим, что нам скажет Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить больше внимания на этой неделе. Ну, милые дамы, если вы смотрите этот расклад, то, конечно, уделите время себе, своему обновлению, своей красоте. Уже пора подготовить новогодний наряд, чтобы вы блистали. Сходите, сделайте себе новую прическу, маникюр, всё, что вы запланировали из процедур красоты. Это улучшит вам настроение, это поднимет вашу самооценку. И, конечно же, посвятите на этой неделе время отдыху, релаксу, тому, что вас наполняет, что вас вдохновляет. Помечтайте. И мужчина, если вы смотрите этот расклад, то постарайтесь на этой неделе уделить больше времени той женщине, которая для вас очень значима, очень цена. Сходите с ней лишний раз на свидание. Подарите ей комплимент и позвольте ей какие-то часы отдыха, когда она сможет насладиться тем моментом, когда она наедине с собой. Попробуйте услышать её внутренние потребности и дайте ей время для того, чтобы она привела себя в порядок, стала более красивой, более живой и вдохновлённой. Это и вам подарит большую радость и наполненность в вашей жизни. Что ж, дорогие мои, я с вами не прощаюсь. Мы, конечно же, увидимся на еженедельных раскладах и на раскладах каждый месяц. Встречайте Новый год с оптимизмом и верой в самое лучшее. Не расстраивайтесь по пустякам, устремляйтесь уже в то, чего вы хотите и чего вы желаете. Проводите этот Новый год с теми людьми, кто для вас ценен и важен. И, конечно, не забывайте про себя. Всего вам самого наилучшего!